привет всем благослови всех господь и сохрани всех господь я хотел бы сейчас почитать и от луки вторая часть первая часть я дочитал дочитать еще пару страниц очень важных страниц больше чем пару шесты но ничего дочитаем до конца думаете ли вы что я пришел дать мир земле нет говорю вам но разделение ибо спусты отныне по пятеро в одном доме станут разделяться трое против двух и двое против трех отец будет против сына и сын против отца мать против дочери дочери против отца свекровь против невесы своей и невеста против свекры своей по кассе или погибни нет говорю вам но если не покаетесь все также погибнуть и сказал виноградарю вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу сруби ее на что она и землю занимает если мы не приносим плода в боге если мы не идем как искренне с богом если мы у нас нету плода есть у нас не меняется сердце значит все чепуха да мы должны идти покаяться думать что наше сердце говорит и тоже соответствует взлет с божьим путем да она подобно зерну горчиному которая взяв человек посадил саду своем и выросла и стала большим деревом и птицы небесные укрывались в ветвях его подвязайтесь войти сквозь тесные врата ибо сказано вам многие поищут войти и не у вас могут когда хозяин дома встанет и затворить двери тогда вы стоя стоя вне станете стучать в двери и говорить господи господи отвоим нам но он скажет вам в ответ не знаю вас от откуда вы мы должны идти за богом просто мы знать и готовы быть встретить бога всегда даже сейчас в данную секунду мы должны отвернуться и рассмотреть наши пути идти за богом дальше и не сдаваться но он сказал скажет говорю вам не знаю вас откуда вы отойдите от меня все делаете ли неправды мы должны делать правду идти за богом потому что если мы не делаем неправду и говорим мы знаем бога значит мы значит мы не идем за богом если мы не делаем правду и вот есть последние которые которые будут первыми есть первые которые будут последними аминь все становится в дом ваш пуст сказываю же вам что вы не увидите меня пока не придет время когда скажете благословен грядой во имя гос господа господа но когда делаешь пирс зови нищих у вечных хромых слепых и блажен будешь что они не могут воздать или ибо воздаться тебе во воскресенье правильный услышал это никто из вас лежащих с ним сказала мне благо блажен кто вкусит хлеба в царстве божьем ибо сказываю вам что они кто из них званых не вкусит моего ужина ибо много много званых но мало избраны если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестер и а при том с самой жизни суету тот не может быть моим учеником и кто не несет креста своего идет за мной не может быть моим учеником фарисеи же книжники рах то ли говоря он принимает грешников и с ними против иисуса чем он принимает грешников есть он говорит я пришел не для у ну как не для праведных они для грешников до сказываю вам что так на небесах более радости будет о об одном гречнике кающимся нежели воде 99 праведниках не имеющие нужды покаяния бог говорит если один кается на небесах праздник идет и это очень важно потому что это лучше чем 99 праведников которые не идут которые считают себя правильным без бога мы никто не правильно так говорю вам бывает радость вангер в боже и об одном гречнике кающимися ангел радуется сын же сказал ему очень я согрешил против тем неба перед тобой и уже до недостой называться сыном твоим отец сказал рабам своим принесите лучшую одежду и оденьте гуи дайте перстень на руку и боевую на ногу и при приведите от кормленного теленка и закалить и станем есть и веселиться ибо этот сын мой был мертв я жил пропадал и нашелся и начал веселиться он сказал ему брат твой пришел и отец твой заколол кормленного теленка потому что принял его здорово он усердился и не хотел войти отец же его выйдя за взял а вот он надобно было радоваться и веселиться что брат твой все был мертв я жил пропадал и нашелся аминь был мертв когда-то я жил пропадал и нашелся верный малым и многом верит они верны мало неверными много уже не но бог знает сердца ваши ибо что высокого людей то мерзость перед богом тогда сказал он так прошу тебя очень пошли его в дом от самого его у меня пять братьев просто пусть он засвидетельствует им чтобы они не пришли в это место мучения и сказал также иисус ученикам невозможно не прийти с соблазном но горе тому через кого они проходят соблазна не должны через нас проходить горе тому через кого они проходят наблюдайте за собой если же согрешит против тебя брат твой вы говори ему если пока яйца прости ему аминь и и если 7 раз день согрешит против 7 день обратиться и скажет прости и сказал ему встань иди вера твоя спасла тебя кто станет сберегать душу свою тот погубит и а кто погубит ее тот оживет ли сказал также им притчу о том что должно всегда молиться и не унывать но сын человеческий придя найдет ли веру на земле истинно говорю вам кто не примет царствие божие как дитя тут не войдет него меня благим никто не было как только один бог и надо называть иисус взгляд меня благим только бог бог иисус видит что он и чадил сказал как трудно имеющим богатство войти в царство не позже ибо удобнее верблюду пройти через и у игольные уши не жили богатому эти царства божия он сказал невозможно человеком возможно богу это же ска вот мы оставили все и последовали за тобой аминь иисус сказал позри вера твоя спасла тебя и он то часть прозрел и пошел за ним слава богу и весь народ видя этого захвата аминь его сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие аминь но он сказал им в ответ сказываю вам что если они умолкнут то камни у вас поют если они умолкнут у камня начнут говорить ибо придут на тебя одни когда враги твои облажать тебя кубами и окружить тебя и станет теснят тебя от авсу ну везде говоря им написано дома есть дом молитвы и вы сделали его вверх типом разбойников да здесь говорится что церковь должна служить и дом должен служить богу они они продавать там или еще бизнес устраивать или для разбойников до притча о злых винограде но он взглянул на них сказал что значит все написано камень которого отвергли строители тот самый сделал с угловой угла камень это иисус иисус его отвергаешься да все идет не так как надо и разрушается покажите мне динарий чё на нем изображено он сказал и так отдавайте кесареву а божия богу и умереть уже не могу его они равны ангелам суть сына божий будучи сыном воскресенье позже не есть бог мертвых на бог но живых и ибо у него все все живы такой ли положу врагов твоих подножий в ног твоей аминь стерегайтесь книжников которые любят ходить длинных одеждах и любят приветствовать народных собраниях которые поедают домы вдов лицемерно долгом молятся они примут тем больше осуждения сказал истинно говорим что это бедная вдова больше всех положила его все от избытка своего положили дара она все положил придут дни которые из того что вы здесь видите не останется камень на камень все будет разрушена он сказал берегитесь что у вас не вели в заблуждении многие придут под именем моим говорят что это я я время близко не ходя в цвет и когда же услышите войнах и сметениях не ужасайтесь ибо этому надлежит быть реже но он не тот час конец и так положите себе на сердце не обдумывать заранее что отвечать аминь преданы также будете и родителям и братьям и родственниками друзьями некоторых из вас умертвят и будут не на невидиме всеми за имя мое но и волосы ваше не пропадет терпением вашим спасайте души ваши аминь тогда увидят сына человеческая идущая на облаке сила и слава великой так и когда вы увидите то сбывающимся знаете что близко царствие божье смотрите же за собой чтобы сердца ваша не оттягивались объедениями пьянцами заботами житей сми чтобы день тут не постиг вас внезапно и так буду судить всякое время молитесь за сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и перед их перед сыном человеческим днем он учил храня в ночь выходя проводим на дворе название лионский весь народ с утра приходил к нему слушать его аминь приходил слушать его я молился о тебе чтобы не искудила вера и ты никогда обратившись утвердил братья твои но он сказал говорю тебе петр нет то поет петух сегодня как ты три же отречешься что не знаешь меня придержи на место сказала и молитесь чтобы не впасть в искушение очень не моя воля на твоя воля будет и был под его как капли крови падающий на землю став от молитвы он пришел к ученикам и и нашел их спящими от печали и сказал что вы спите стать и молитесь чтобы не впасть в искушение его сказал первый священнику народа я не хочу никакой вины в этом пилат не находит никакой вины в иисусе не плаще обо мне но плачь о себе и о детях ваш и сужигаю очень просим его не знает что делают делали одежды баса я же и сказал иисус помини меня господи когда придешь в царство твое сказал ему иисус истинно говорю тебе ныне же будешь со мной в раю иисус его взглянул громко голосом слова очень в руки твои предай дух мой и сия сказала отпусти дух сотник же в виде в пройс одевший славил бога и сказал истинно говорю этот человек правильный аминь но он стал невидим для них которые говорили что господь истинно воскресе явился всему и пребывали всегда в храме пославляя и благословляя бога да вот так вот иисус пошел здесь все доказательства читайте от луки а быстро прошел про ней здесь много очень веществе и проповедано быть во имя его покаяния и прощения грехов во всех народах начиная с иерусалима же вы же свидетели сему мы свидетели этому чем бог освободил на самом пути истинную жизнь мы должны проповедовать это стоит говорите об этом что люди знали истину что ушли за бога никогда не сдавались и что мы до конца знали писание чтобы мы могли отвечать писание не могли жить писание которые говорили что господь истинно воскресе явился 7 7 мы истинного за как предали его первые священники и начальники наши для осуждения